Здравствуйте! Вы на канале Семейное Дело и с вами Буката Сергей. В ближайшее время нам предстоит фонирование довольно большой детали. Ее ширина около 80 сантиметров и длина 4 метра. Пресса с такой площадью запрессовки у нас нет ни мембранного, ни гидравлического. Заказать эту услугу на стороне тоже не представилось возможным. В нашей округе таких прессов не оказалось. Тем не менее, решать задачу надо по-любому, так как заказное изготовление изделия уже принят и получена предоплата. В общем, отступать некуда. Думали мы, думали с Ильей, как решить эту проблему и вспомнили о Диме Довженко и его Вуден Студио. В одном из мастер-классов он показал, как использовал в своей работе контактный клей. Нам показалось, что для решения нашей задачи эта технология вполне подходящая. Недолго думая, мы заказали на пробу 1 литр этого чудесного клея и я приступил к испытаниям. Нашел небольшой кусок 8-миллиметровой фанеры и пошлифовал шероховатости и неровности. Напомню, что в заказе облицовывать придется именно фанеру. Тщательно обдул заготовку сжатым воздухом. Хорошо взболтал клей и налил в небольшую емкость. Для нанесения клея на заготовку использовал обычную кисть. Особенность этого клея в том, что он водорастворимый. Запах практически отсутствует. И это очень хорошо, потому что кто работал с наэритовыми клеями, знают, что это за гадость. Подобрал две подходящих полоски ясеневого шпона. С помощью косого ножа и линейки обрезал лишнюю ширину. Используя специальное приспособление, заклеил стык гумированной лентой. Это приспособление удобно тем, что ленту не приходится облизывать языком. Небольшая ванночка с водой и колесо смачивают ленту автоматически. Теперь наношу клей на рубашку, набранную из шпона. После нанесения клея оставляю заготовки для просушки. Нужно дать время, чтобы вода испарилась. Ограничений по открытой выдержке клея до запрессовки нет. Клей можно нанести вечером, а запрессовку делать утром. Через несколько часов с помощью валика прикатываю рубашку к фанере. Желательно это сделать так, чтобы не образовались морщины и воздушные пузырьки. С помощью молотка притираю шпон к поверхности фанеры. Но на этом я не успокоился и решил прокатать этот сэндвич через галибровально-шлифовальный станок. Специфика контактных клеев в том, что чем больше создадим мы давление, хотя бы кратковременное, тем лучше будет склейка. Механизм подъема-опускания головы станка позволяет установить размер с точностью до десятых миллиметра. Я измерил свою деталь и установил размер с таким расчетом, чтобы вальцы станка создали давление в несколько тонн. Предварительно я снял шлифовальную ленту с барабаном. Включаю подачу и запускаю деталь между вальцами. Похоже, результат получился неплохой. По крайней мере, пыжей нигде не обнаружено. С помощью рубанков убираю лишние свесы шпона. Как правило, для этого я использую два рубанка. У них по-разному настроена высота вылета железка. Затем с помощью циклей убираю гумированную ленту. Если ее предварительно смочить водой, это будет сделать намного легче. В итоге мы получили фанерованную фанеру. Эксперимент можно считать успешным. И смело закупать нужной длины шпон и нужное количество этого клея. Хочу выразить благодарность Дмитрию Довженко за помощь в осуществлении этого эксперимента. Для тех, кому клей показался нужным для собственных работ, я оставлю ссылку в описании к этому ролику. Кому было интересно, ставьте лайк. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Спасибо всем за внимание. До свидания.